Тактильные книги, придуманные 13-летней девочкой, очки виртуальной реальности или шрифт Брайля, который используют для чтения незрячие и плохо видящие люди, был создан 15-летним сыном сапожника по имени Луи. И таких примеров необычных детских изобретений много. О них и о многих других необычных предметах рассказывает интеллект-выставка, на которой было представлено около двух десятков необычных экспонатов. Когда мы стали в детской библиотеке готовить эту выставку, мы задались таким интересным вопросом, а есть ли дети-изобретатели. Тем более мы узнали, что есть такой праздник, День детских изобретений. Вот как раз он отмечается в январе. Ребята, пришедшие на выставку из разных школ, смогли не просто посмотреть на представленные экспонаты, но и узнать, как и из чего они сделаны, принципы их работы. В ходе экскурсии была возможность познакомиться с биографиями многих известных изобретателей, а также поиграть в интересные познавательные игры. У нас найден, начинается тест. Показано, что сейчас ноль отклонений. То есть, если девушка сейчас сильно шикнется, тогда будет здесь количество отклонений от нормы. Здесь время до конца теста, а здесь вот координаты текущей платформы. Эта платформа может использоваться как для диагностики, так и для лечения. В будущем я хочу дописать приложение, чтобы можно было проходить какие-то тесты для улучшения вестибулярного аппарата. Голографические изображения, водопады, лего-работы, очки виртуальной реальности, умные весы и многое другое можно более детально рассмотреть в детской библиотеке на набережной Французска-Скарыны до 22 января в отделе отраслевой литературы. Вход свободный. Продолжение следует...